Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и... Макс Пауэр. Макс Пауэр, да. Мы определённо точно не записываем это видео в один день с дегустацией коньяка, которую вы уже видели. Кому вообще в голову могла такая хуйня прийти? Да, мы просто... Стас приехал ещё раз. Мы уважаем вас и не делаем по несколько видео за раз. Мы готовимся к нему. Я-то так точно вообще не должен делать. Пишем сценарии. Я вбиваю Стас. Ай как просто или Макс Пауэр? Понятно. При чём тут вообще Стас Ай как просто? Блин, точно. Ты же Макс... БЛЯТЬ ПОСТОЯННО ПУТАЕТ, ЧУВАК, Я НЕ НЕ, БЛЯТЬ, СЛИЧКОМ СЛОЖНО, БЛЯТЬ. Макс... А чё, они похожи что ли? Повер. Повер. Они, они не то что похожи, они все похожи на приятного Эльдара. И на Кузьму. И на Кузьму. И на гендер-инфлювидного вертосексуала. Да, да. Паламброза 10 из 10 у всех. 10 из 10, только у Ларина. Он на 5 кантера похож на это. Как бы фул комбо. Я не знаю, слушай, а как ты читаешь вообще? А ты думал, тут у нас хихоньки-хахоньки, блять, ёпта, тут нужно работать мозгами. А, нет, подожди, вопроса еще нет, пока звучит. Я включил музыку, чтобы спросить тебя. Расскажите нам, кто вы, откуда приехали, на что потратите 3 миллиона рублей, которые выиграете? В плане, склеили 3, я думал, один всегда. А, тут поменялись, я тоже думал, блять. А, курс, инфляция. Да, да, да. Я приехал из замечательного города Сыктывкар. Собственно говоря, он находится в Новосибирске, в Люберецкой области. Там, где Люберецкая качалка, возможно, некоторые из вас знают. Я приехал с очень большими ожиданиями, блять, хотя бы 3 вопроса ебу, там 2000, я уеду, нажмусь, бутылку Hennessy себе возьму и все. Доехал я на Блаблакаре. Не, я имел ввиду, кем вы работаете, у нас 3 стандартных вопроса. Кто вы по жизни, блять, кем работаете? Я по жизни ровный пацан. Блин, я где-то руку порезал, ладно, похуй. Главное, что это не кровь Паши техника. Так, ну, следующий вопрос. Мы тут вообще-то обо мне говорим. Откуда вы приехали и на что потратите 3 миллиона? Ну, в плане, я же их не выиграю. Мы же все, мы будем... Не, ну, если выиграете, понятно же, вопрос такой, если выиграете, на что потратите? Если выиграю, то пожертвую к детскому дому, который находится недалеко от Республики Карелия, вот. Мы не осуждаем пожертвования женским домам. ЖЕНСКИМ ДОМАН! Оговорка по Фрейду. Ёба, Юрий Хованский первый человек, который жертвует не в детский дом, а в женский дом. И приходит туда потом. Женский дом это бордель? Женский дом это бордель, да. Молодец, Мотор. Ты, а то бы кто-то из школьников не понял. Спасибо, Андрей, что ты сообщил. Поехали. Первый вопрос. Подожди, я ещё не договорю. Не, подожди, я предлагаю, как, дайте я ещё чуть-чуть Адреналин Рашу подалью, и мы погоним. Но ты можешь пока зачитать вопрос. И коньячку, Казмите. И просто Адреналин Рашу, блядь. Спасибо большое, как бы я благодарен. Давай, начнём. А они унесли коньяк, его было больше. Его было больше. Его было... Максимакс, максимакс вор. Вор! 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 Пожалуйста, я предупреждал, что не стоит столько пить, у всего должна быть мера. Юр, давай. Не, мы не снимаем в один день. Ты чё? Мы же приехали в... Я понимаю, блядь, ты меня сбил, я чё-то подлил. Короче, Юр, давай начинаем игру, собственно. Да-да-да. Поехали. При падении чего принято загадывать желание? А. Курса рубля. Б. Дисциплины. С. Температуры. Д. Звезды. На каком вопросе, конечно, там, какой зима один раз и вылетел. На втором. Ну нет, конечно... Возможно, это новый рекорд. Конечно же звезды. Ну, тут, знаешь, можно, типа, делать подводки, типа, что, а вы уверены? Ну, понятно, что звезды, блядь, ёпта. Ты меньше придуривайся, а то у нас те, кто больше всего придуриваются, они меньше всех набирают. Обычно. А они такие, типа, о, какие простые вопросы, а потом просто новые вопросы, а где? Блядь. Слушай, это же, очевидно, там, с какого? С шестого, с седьмого вопроса начинается пиздец. Там уже, типа, вообще надо быть узко специализированным, поэтому... Что по мнению Грея из повести «Алые паруса» можно услышать, приложив куку морскую раковину? А. Шум дождя. Б. Шум волны. С. Шум леса. Д. Хор моряков. Вариант Д смешной для старого поколения, всегда был дебильный, блядь. А. Ну, я думаю, что шум волны. Шум волны. А. Шум волны. Шум волны, наверное. Для печени, точнее. От печени, это вот лекарство от печени. А. Покупать в темноте, хранить в темноте, принимать в темноте, вскрывать в темноте. О. Шум волны. Знаешь, школьник, где я прочитал рекомендацию... О. А ладно, ты сначала ответил. А. На самом деле, я думаю... О. Блядь. О. Блядь, на каком там лопастик к Кузьему вылетел. О. Блядь. О. Блядь, знаешь, я знаю, я к тебе Кузьему произошел, блядь... О. Блядь. О. Блядь. Так, ну... О. Покупать в темноте. О. Вас в темноте. О. Блядь, вскрывать в темноте, было написано на твоей мамке. Так тупо, но неожиданно. Как звали иместо Эдмона будущего? Да сам будет вопрос. Стас в самоуправством занялся, да. Читает сам вопросы. Невесту Эдмона Дантеса. Мерседес. Нет, это граф Монте-Кристо, мой любимый роман. И не слушайте всяких петухов интернетских, которые говорят, что это Дюма, это Пушкин. Блядь. Граф Монте-Кристо, Мерседес. Я отвечаю, блять, не дожидаясь ответа, потому что это Монта-Кристо. Успек. Я не знал этого. Плюс, 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 мотору. Величайшая книга. Все знают. Это Путь к Успеху Николая Слоблива. А вон ты! Ебать мотор помог. У меня друзья. Как с колошом. Спасибо брат. Много друзей, которые почему-то считают, что-то охуенно смешно подарить мне на один из праздников, блядь, книгу Николая Соболева, блядь. И у тебя теперь их много. Ну что, штучек, наверное, уже даже пять есть, блядь. Скоро весь тираж соберёт. Ну, серьезно. У тебя очень много остроумных друзей, единственное, что я могу сказать. В общем, один-два раза дарил. Это самый остроумный. Как называется небольшой огороженный садик перед домом? Цветник, полисадник, рассадник или клумба? Это вопрос на первую несгораемую сумму. Блядь, на самом деле, я не очень хорош в садоводстве. Просто, по-моему, большинство, кроме рассадников, всё подходит. Ну, то есть клумба, это просто, но они обязательно придут. О, ты врубаешь Равшана Аскерова здесь. Да он врубает Равшана Аскерова. Ну, как что, где камера, который вечно недоволен ведущим, типа, господин ведущий, вы охуели меня. Тут есть разные трактовки вопроса. Друзь, пидарас. Мотор исполнил. Короче, я... Сколько там Кольщ Кузьма набрал? Пять тысяч. Со второй попытки. Но... Я напоминаю... Я ставлю полисадник. Да мне похую. Нет, у тебя есть подсказки. Мне поебать. Субак, у тебя есть подсказки. Полисадник ставь. Мне поебать. Ну, подсказки. Антихайп. Можно выбрать помощь залу. У нас есть зал здесь. Твоя жена, Максимакс, Мотор. Они втроём смогут тебе подсказать. Либо компьютерный зал. Либо 50 на 50. Либо... Ну, ты правда хочешь просто пойти на похуй, блядь? Ты презираешь правила игры. Ты понимаешь, что... В конце каждого... В конце каждого... Нет, ты не можешь. Бля, Ёр. Это исключение было сделано... Ну, похуй, у тебя хронометраж видео подстрадает, рекламу не ставишь. Я тебе на зло иду. Полисадник, блядь. А я тебе последний раз как Мефистофель. Ты понимаешь, что каждый раз высвечивается количество заработанных денег в конце каждой серии. И там рейтинговая таблица. Я понял. Давай помощь залу этого компьютера. И ты в этой таблице будешь ниже всех. Ты проебешь первую даже несгораемую сумму. Но я все-таки считаю, что полисадник. Ну, окей, давай помощь залу. Хехех. А конечно, Стас 101, блядь, выбрал помощь компьютерному залу, блядь. Ахуйля. Ну, тут никто не знает, видимо. Полисадник. Цветник. Охуеть, блядь, зал. Полчаса, вот за цветник. Но Максимакс пизданул за полисадник, хотя он выбрал компьютер. Ёу, нельзя! Это не киберпомощь, блядь. Нельзя органические формы сплетать с кибернетическим... Ну, вы поняли, блядь, я уже нажал. Блядь, 50 на 50, сука. Светник или полисадник? 50 на 50 берем. Полисадник или рассадник? Блядь, сука, ты меня, блядь, я с самого начала хотел ответить правильно, и ты меня, блядь, ёр. Полисадник, давай, нажимай, блядь. Просто я знал, что полисадник, он меня начал... Блядь, никогда не видел, кто хочет стать миллионером. Там же весь смысл развести на подсказке, блядь, чувака. Как ты мог довериться мне? Нет, так-то мы кореша, но, видишь, сейчас я против тебя. Я Дибров. Или Галкин. Галкиным быть, честно говоря, не хочу. Лучше буду Дибров. Я недавно Диброва, кстати, видел. Он прям все-таки посмеет. Он пил ромы, пепси-ко. Давай, давай играть неинтересно, блядь. Блядь, нет, история про Диброва была достаточно интересная. Ты можешь ее рассказать? Нет, это была вся история, я ее встретил просто. Мы по центру Москвы гуляли, блядь, там Дибров был, я охуел. Что из названного является сортом ликера? Бергамот, Бернандин, Бельведер или Бенедиктин? Ну, Бергамот, это чай, Бельведер, может, Бигбедер, блядь? Нет, Бельведер. Это 99 франк. Шутки за 300, а, это 100, а, как... А, блядь, Макса Пауэра, да почему я... Бернардион? Это не Ай, как просто, это Макса Пауэра. Дай я посмотреть вопрос. Бернардиктин. Ты думаешь, ты увидишь что-то, чего не вижу я? Какие у нас вообще ликер-то бывают? Сотом ликер, ликер. У нас бывает... Эрик Нейтрон. Какие у нас все подсказки есть? Подожди, а звонок другу, ты могу только кому-то... Вот вы, сука, ты меня не делаешь. Нет, тебе нужно прямо позвонить. Но я вижу, что твоя жена гуглит, поэтому она хочет играть. Не честно. Нет, она все время, блядь, просто сидит в телефоне. Нет, 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 в прошлый раз, когда я запретил пользоваться помощью ее, она, у нее все это, ты не верь. Телки, они умные. Тихо, беда-дик. Короче, я буду полагать, сука, на свои интеллектуальные способности. Ты можешь... Сколько, Кузьма, блядь, сколько ты видишь? Да, блядь, Кузьма, спасибо тебе за то, что ты дал возможность. Блядь, я уже, как бы, если я проебу, ну, когда мне худо... Ты можешь взять деньги, Стас, 10 тысяч, потому что, короче, все сгорали вот в этом промежутке, почти у всех 5 тысяч. Да, мне по-моему, нет. Ты можешь взять деньги, и ты будешь выше всех, у кого 5 тысяч. Ты будешь в рейтинге выше. Смотри, Бергамон, я наступил чай, Бельведер звучит как регион. Вот так люди и проебывают деньги. А, Бенедектин звучит как название аптечного препарата. Подожди, не сбывай мой ход мысли. Это определенно, либо Бельведер, либо Бернардин, ликер. Но Бернардин звучит скорее как сахарный сироп, знаешь, Гренадин, вот эта вся хуйня. Поэтому я ставлю на... Хотя Бельведер тоже звучит не очень. Понимаешь, экстраполировать... Ты что, она ему, она ему кива... Блядь, я сейчас вас не смы... Я когда, что, где, когда... Я вас сейчас... Он, видели, видели, это первый раз. Он ей такой, типа, черт. И она ему кивнула. Ты что, охуел? Нет, ладно. Ты меня решил наебать? Ты... Ты... Я вас... Я вас всех дисквалифицирую, вы походите. Да-да-да, ну давай, Бельведер, все. Че ты... Это не... Я... Я не... Я... Пенедиктин, ладно, повезло тебе, что это неправильно. Но все равно нельзя советоваться с женой. Понятно, что нужно советоваться с женой. Блядь, Кузьма, спасибо тебе за эту возможность. Давай еще раз, быстренько. Не-не, давай еще раз. Я... А в чем вопрос был? Бельведер ликер ли? Что ликер, блядь? Бельведер тоже ликер. Тут написано... Подожди. Эта игра все стерла, когда Максимакс сказала, она убрала вам... Нет, слушай, загуглить, подожди, мне интересно, потому что я уверен, что... Мне интересно стало. Равшана Скеров у нас в гостях. Да, но ты больше не подсказывай, серьезно. Ну, то есть я сам считаю... У нас не будет второй возможности. Почему? Не, мы сейчас разыгрываем. Потому что мне нужно ехать снимать видео с Ромой Жигановым. Скоро ждите на канале. Гор на изи, беспрецедентный случай. Я не могу опаздывать на видео с Ромой Жигановым. Макс был прав, это польский ликер. Ну, значит, я выиграл, блядь, понимаешь, Юр? То есть, ну, кто хочет знать миллионера, неправильно использовать. Хорошо, пошли. Какую заметку принес почтальон Печкина про мальчика, про шарика, про... Друзья, подписывайтесь на канал Макс Пауэр, подписывайтесь на меня. Очевидно, что про мальчика, блядь. Я ему запишу 3 миллиона, окей, он бы всех победил. С 100 летами же... А знаешь что? Ты дисквалифицирован. Ты вот так вот сделал своей жене, и она тебе кивнула, блядь. Да какая разница-то, блядь, я... Ты меня, блядь, запустил, блядь. Ты дисквалифицирован. Еще раз, блядь. Еще раз, нахуй. Дисквалификация. Мы тут за честную игру. Не, ну как за честную игру? Мы здесь. Мы загуглили, и ответ был неправильный, блядь. То есть ответ был правильный. Это и есть честная игра. По честной игре ты сейчас должен сам ответить на вопросы до 10 тысяч рублей, и я должен играть. Я хочу, как Борис Крюк, сидеть в отдельной комнате. Не приходите к нему, блядь. Ты охуел? Он, вы видели? А я тебе, а что если я тебе скажу, что все, кто со мной трусит, уже пришли, и у меня и так больше нет гостей. Как тебе такое? Ты вот говоришь, не приходите к нему. Ребят. А никто и так не приходит. Нет, я что, Юра, я... Все кончено. Если вы не поставите прямо сейчас 100 тысяч лайков, я сворачиваю эту поебеть. Какого хуя я сижу, веду какую-то викторину, блядь, ёпта, времен Максима Галкина, нахуй, Дмитрий Дипрова. Никто ее не знает. Никто не понимает, о чем я говорю. Никто не понимает моего кикеса. Анти-хай, блядь. Я, блядь, сворачиваю всю эту поебенье. 100 тысяч лайков или все, блядь. Я ебал. Я просто, я не понимаю, почему, блядь, люди так не понимают кикеса. Это же кто хочет стать миллионером. Ваши мамы смотрели это шоу, суки. Ваши батя угорали по нему. Оно было смешное. Я в детстве смотрел за родителями. Бадди-бэк, бадди-бэк. Было очень весело. Мы смотрели, угадывали вопросы вместе, блядь. Это увлекательно, мрази, блядь. Почему вы не смотрите? Хули тут 200 тысяч просмотров будет за месяц? Да, заебись. Заебись. А почему у тебя, Юра, на канале 3,5 миллиона, а ты, блядь, ёпт? Всего вам доброго и до новых встреч. Антихэ.